Девушки отдыхают Вставай, пора Да чего князя жалко Совсем мальчишка ведь Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать Что говорить Так хотел вернуться к ней В шрамах и орденах Артем, посиди со мной немного Хорошо как Век бы так лежало Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве С радио Ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру Ну, место, где мы могли бы жить Избушка на опушке леса там, например Или хижина на берегу океана А? Хотя, знаешь Есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так Вместе Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши Куда-то в никуда Да еще и в отдельном персональном купе Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были Леша держится Говорит всем, что князь мог и в сторону от моста отскочить Остальные тоже особо виду не подают А меня накрыло Понятно? Ребята и раньше гибли Он ведь не хотел умирать, князь Просился в самое пекло, да, но умирать не хотел Он подвигов хотел Смотрел на Стеку, на отца, на тебя На тебя особенно И он ведь не зря, да? Он хотел, чтобы мы доехали Чтобы добрались до этого Ямантау Чтобы рассказали им про Москву Что мы там вроде держимся, не сдаемся Что столько лет от врага маскировались Просто я как представлю, что это тебя Вот так вот И неизвестно даже Я ведь жить не смогу больше Что, думаешь, выговорюсь полегчает? Вряд ли Понимаешь? И еще я думаю Раньше Раньше мы были дома И ребят хоронили дома И врагам мстили дома Да, этот дом был плохой И жизнь в нем дерьмо И держали нас в нем насильно Нет, враньем Что еще противней И сейчас мы ищем себе новый Но здесь Мы в гостях И без приглашения Понимаешь? Ладно Успокоиться мне надо Иди в рубку Отец все же хотел чего-то Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Продолжение следует... 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 Гробят их почем зря. Неужели бы без этого вранья, без сказок его, без жертвоприношений хуже жилось? А мы что? Сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедом и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя? А, привет, Артем. Видишь, как я тут устроился. Как, короче, слово. Перстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошло. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать сюда все будет долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то, непочатый край. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. У князя вон, Бронник, спинную пластину вообще не держит, а он смеялся еще. О чем это? Ну, тут теперь работать буду. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Что, тоже покурить вышел? А это дело. Пробирает курево. Пробирает. Забирает. Ну, ничего. Продышимся. В общем, правильные вы, Артем Людник. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил. Орел? Боевой пацан был. Земля ему пухла. Ну, так, я что сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну, и я... Простой я человек. За мной не заживей. Ну, и как оно тебе тут? После подвала в Пашах, а? Ну, а то. Места столько. Оно, конечно, бурьяны да развальные, но... Глядишь, найдем и что получше, а? Тьфури. Хотя, вы же, я как понял, начальство нам идите. Ну, вот ты не серчай, братка. Ну, вот разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось, а? Не, ну, глянуть интересно, тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал в виде жмуров или бугров бандитских. И эти вот куда мерзей урок обычных. Вечно-вече толкают перед тем, как ублюдство какое сотворить. Я это к чему вообще? Мне-то и до войны от начальства этого не холодно, не жарко было. Ну, уж теперь, как все накрылось медным тазом, на кой оно вообще? Я-то человек простой. Раз подписался, то куда вы, куда и я. Ну, вообще, лучше бы место поприличнее найти и да пожить чё-то по-людски. Хотя, может, у этих хрома там царские. Мы пристроимся в это. Ладно, Артём, ты тут продрог, небось. Ну, так беги. А я тут подышу ещё по мозгу. А вот это ремень, я не знаю, вам автоматически разрешите починить. Ну, раз так, конечно. Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артём, тряхнём стариной? Бери гитару. Бери гитару. Бери гитару. Спасибо, Степа. Вы, Катя, простите. Ну, братцы, помянет князи. Артём, тебя полковник в рубке ждёт. Да ладно вам его хоронить. Это же князь. Помните, как он из библиотеки пришёл? Тоже ведь поминали уже. Ну, он тогда вообще выдал. Мы уже разлили. Сэм сказал, всё. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэм сказал, а тут князь встревает. А мне чего не налили? Вот я говорю, из библиотеки тогда вернулся. А тут подумаешь, на обратном пути подберём его, без вопросов. Это если доживём. Что ты в самом деле? Это ничего. Опомянуть князя надо. Ну, а если живое, то это даже примета хорошая. Сэм, ты как? Я потом. Дворы уход. Ладно. Давайте. Ну, не чокаюсь. Артём, иди сюда. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТ-шник до шифратора подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Приём. Это Ковчег. Назовите себя. Приём. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Приём. Да. Да. Приём. 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 Продолжение следует... 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 Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был, Артём. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Всё, мы уцелить. О, это трянское место. Честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой велкам коммитери и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Копчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Честное место. Нас ждут. Копчег. О! Никогда мы в земле не увидим. Нас только совсем с души воротят. А чего у них тут пусто так? Не огневых точек, не поджуэй. Часовых даже нет. А зачем это всё? Ядерная боеголовка и танец села. Непонятно, куда комендаргская рота смотрит? Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя. Это же сам министр. Чё на тебе? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Хорошо. Давно не было... То вы... Ау-джон, пожалуйста! Девушки отдыхают. 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 А теперь покушаем. Артём! Держи. Полковцы, мне кажется, хватит всех их, всех к ногтю. Но сначала найти Аню. Простите, и с лифтом я немного погорячился. Чёрт с ним. Идёт запустить плавный лифт. Лифт пошёл, будет через минуту. Да, сэр. Молодцы, мы тут продержимся. Молодцы! Молодцы! Участвовать! Скорее! Продолжение следует... 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 А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не уйдяш! Не уйдяш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Внимание всем! Командный центр наш! При потере связи, точка сбора здесь! Вперед! Разберись с управлением дверями и лифтами! Заблокируй все лишние проходы! Пусть эти твари побежат! Есть? устанавливаем любые сaltetка Rabin Убирайте compared костей-п quella лифт батя Продолжение следует... 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 Артём, я знала! Сзади! Вечно, вечно найдётся такой герой! Никого ты не спасёшь, как и остальные! А ну, не дёргайся! Всё, только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент? Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу! Идём, доложим полковнику! Папа, это я! Аня, ты жива? Где ты? В медблоке, Артём меня нашёл! Слава богу! Молодец, Артём! Куда им теперь? Там как разлить прямо по коридору! Поднимайтесь к нам в командный центр! Вот это называется, приехали! Я уже думала, вряд ли найдём, чего похуже, чем на Волге было! Силантий этот полоумный, с фанатиками своими! Но нет, оказывается, есть куда расти! Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались! А вот же мразь какая! Поразительно просто! И ведь, похоже, правда, врач был! Ну ничего, посмотрим ещё! Его-то мы точно пережили, так что... Умереть людьми! Тьфу, мразь! Аня, слава богу, я бы себе не проспил! Я в порядке! Как кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? Двадцать лет людей жирали! Ты понимаешь? А, простите! Я, как лейтёха сопливый, повёлся! Сам министр обороны меня примет! Чьё славе весьма убила! И ещё честь им отдавал! Как чё, блядь, придумали? Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились! Только те со своим щитом людей под землёй держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня! Не знаю! Сергей, что у тебя, нашёл? Вся информация устарела! Комплексы ПВО, штабы... Связи давно нет! Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают! А, внизу, это штаб! Каспий-1, центр связи! Ещё в Новосибирске такую же отмечен! Ха-ха-ха! В связи с какой-то бункер нас потащишь, этого не хватило! Не знаю, Аня, решать надо всем вместе, понимаешь? Мы бы потерпелись, если тут шерковаться стало! Идиот, всё нужное забрал? Мы уходим! Секунду! Сейчас доломаю всё! В темпе, в темпе! Всё, готово! Зря ты такая! Я понимаю, конечно, что тут всё чуть не кончилось! Но обошлось ведь? Именно, что обошлось, Серёж! А если в следующий раз не обойдётся? Это, конечно, да! Но, просто, просто, давай! Идиот! Вот, ща! Ну, на pouquinho Ангелина! Здорово! útок! Стой! Продолжение следует... 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 Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдём. Они в посёлке тормознулись. Около дома Арсенпеды. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плохо. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чёртов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача – поиск воды и топлива. Принято. Поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так должно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в посёлок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас всё будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет не быстро только, но и недалеко. Мотор ли это ковы веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Канам наготовкиная. Есть и холостяки под уголь, и обмуровка свода с форсунками под жидкое горючее. Чисто. Ха, а чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии? Надо смотреть.